Прямой эфир закончен и я хочу сказать спасибо большое, что присоединились к нашему эфиру, но все-таки сегодня уже десятый день. Десятый день – это как некое обновление для нашего духа, где наша вера испытывается. Десять номер – это испытание, испытание того, на что мы уповаем, десять – это то количество, где мы просим десятины, даяния, где мы испытываемся. Также молитва, когда миниан собирается десять человек, и сегодня тоже не исключение. И я бы хотел, чтобы те, которые люди собрались вместе, двое, трое, а может быть вы с семьей вместе молитесь в эти 21 день, хочу оставить место Писания, которое говорит нам о том, чтобы молиться за наше правительство, за наших людей, которые Бог поставил на нами для того, чтобы нам проводить жизнь безместежную и фактически святую, чтобы мы были послушны не только тем правилам, которые у нас есть в нашей общине, но и правилам, которые на улице, те, которые, когда получали мы права, мы изучали правила дорожного движения, в это нелегкое время, у нас тоже есть права и обязанности наши, как граждан Украины, чтобы соблюдать, не распространяя всякие вирусы. Но молитва зависит от нас. Когда мы будем молиться, Бог говорит, молитесь за правительство, чтобы вообще у них был правильный подход к людям. И я хочу почитать одно послание экклезиаста, да, очень мудрого человека, Соломон, он писал хорошие слова. «Благо тебе земля, когда царь у тебя из благородного рода, и князья твои едят вовремя для подкрепления, а не для пресвящения». Что это значит? Когда люди понимают, что развлечение или же прибыль, которую они имеют при власти, государственное положение, они не расточители. Они, наоборот, делают так, чтобы всем людям было достаточно. И когда человек поставлен Богом на его позицию, нам нужно понимать, что Бог доверяет ему. И нам нужно молиться за них, чтобы они не расточителством занимались, а созиданием, для того, чтобы народ мог быть благословен. И поэтому молитесь за правительство в этот день.